Я предложу на сцену Данила Александровича, президент Данила Александровича Сергеевич, президент Независимой Ассоциации Психотерапевта, автор школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач, член Украинского Союза Психотерапевта. Уважаемые дамы и господа, я хотел бы воспользоваться, поэксплуатировать тему об игре светом и тени, а то и неуловимой среде, когда может родиться ненавязчивость, без давления, без императива языков, глаголов, стендаля, выкристаллизоваться нечто, ибо мы в наше время, с юных лет, такова психодинами по большинству из нас, подвержены, увы, манипуляциям, и наше естество, даже если мы существуем гармонично, противится этим манипуляциям, как вот у Абуджавы, молитв, в союзе друзей, среди со всех чужих перов и слишком ненадежных истин, не дожидаясь похвалы, мы берега белая свои очистили. То есть вот еще в те древние времена, уже угроза давления социума, без которого мы не можем, как-то навязывание канонов черного, белого, ну, потом уже в Ренессансе Семьи Святого Радуги, но, по-своему, даже эти цвета были резкие. А вот соотношение света и тени, вот то смутное чувство, если по-годнике я сейчас совестно, по-моему, наверное, помнят, да вы молодой французенке, француза Саган, смутная улыбка, вот то смутное, неопределенное. Вот мне кажется, если создать эти условия, то это будет самое стойкое, которое поможет выстоять нам, в социальной группе, да и всей стране, когда нет давления, когда мы делаем с нами выбор. И вот соотношение, я бы сказал, психологическое и, может быть, даже философское, у нас тут есть и психологи, и даже представители философского направления, как в Ренессском, я бы хотел показать это соотношение и начну с предыстории вопроса. Я представляю в жизни психоаналитическое направление психотерапии, используя феномен гипноза, и вот, когда говорят о предыстории психоанализа, то большинство исследователей утверждают, что идеи были уже у немецких романтиков. Любители изящной словесности помнят, возможно, что в конце XVIII века в Германии зародилось течение бури и натиск. Там была целая прияда Брентана, Арнин, Беттинафон Арнин, подруга Герезда, Шлиерев, Навалис и примкнувший к ним Шамиссо. Не немецкая фамилия. Дело в том, что Шамиссо, беженец, перемещенное лицом из неспокойного места, каким была Франция во время французской революции, регрировал Германию и стал немецким романтиком, и дебютировался потрясающе, как по художественным качествам, как по увлекательностям, так и до сих пор актуальным, символическим значением я специально затягиваю определение, ибо метод незаконичных предложений, как мы показали, когда отрождает катарксис. Возможно, вы знали, а если нет, я закончу. Питер Шлемер, Шлемер и его Кирилл. О том, как Питер Шлемер встретил незнакомца, некто в черном, есть люди в черном, люди в сером, Леонида Андреева, такие зловещие персонажи, ну, конечно, читатель доказался, что это дьявол, который предложил ему сделать, в обмен на некоторые преференции, могущество, денег и богатство, он предложил продать его тень. И Питер Шлемер согласился. Он продает тень. Кстати, у немцев эта тема потом обыгралась, у Тима Талера, точнее, у одного из авторов, есть такая вещь, в конце 20-го уже века, детская фантастическая пояса была экранизирована, Тим Талер или проданный смех. Вы помните так? Я предполагаю, что это традиции, что месяцом продается тень, потом продается смех, и, как в известном фильме Анджей Вайде, все на продажу. Такого по поводу тени. И случайно, как он Густав Юнг, тонкий ценитель и аналитик культуры, не только знаток психологии, психиатрии, психотерапии, он, когда создавал свою теорию архетипа, включил туда, я думаю, вам это известно, архетип тень. Попросту выражаясь, что тень – это, возможно, то нехорошее, неудобное, что у нас есть, но без чего мы не можем. Не зря вот позднейшие, даже популисты, каким был зловещий губернатор в романе «Центролевская мать» Уоррена, правого образа был губернатор фашистующий Хью Лонг, вот у него был такой лозунг «Добро растает из зла». И коль мы говорим, что когда нет иногда мрамора, несправительного материала нашей личности, развития личности, мы берем все. Не случайно шедеврами являются не какие-то грубо обтесанные мраморные сооружения, живописные, украинские, мазанки белые, белые, желтые, крыша, да? Вот. Поэтому и тут Юнг говорил, что тень нам нужна. Даже в восточной концепции и я показывается правоумерность сочетания белого и черного с ночными, дневными дозорами. И уже тогда было четко сформулировано, а художники эти, дети природы, заталканы представители психологической науки, у них рождаются идеи. И чуткая психология, равная философия, потом подвергает ревизии эти идеи и уже выкристаллизовывается в науку, в руководстве для действий. Так вот, именно тень. Тень нам нужна. Это вывод Юнга. В последующем разрабатывается, конечно, и антитеза тени. Это свет. Не случайно вот в циклах, в цикле «Ублока», о «Командоре», вот там в конце, на сюжет о Доне Жуане, о Доне Анине, вот я приболню так спонтанно, примерно так звучат в конце строки. Дева света, Дона Анина, Анна, Анна, тишина. Вот такой контраст вот. Не то, чтобы даже анализируем, а нами как бы улавливаем. Дева света. А потом как бы синестезия, то есть из перцепции зрительной, блок переходит в перцепцию слуховую. То есть противоположность белому не черное и не тем, а вот как противоположность громкому звуку в микрофоне, скажем. Так и тут вот. Я бы квалифицировал окончание этого известного свидетеля, был бы как пример вот такой своеобразной синестезии. Именно двадцатый век, девятнадцатый век, ваше прощение, он отличается началом психологизации художественной прозы, парезии, когда вот именно кроме лирического начала, написательского, феноменологического, вот начинается психологизация. И по контрасту, когда есть резкие тени, есть светлая или мрачная атмосфера, изобретая свое электричество, мы эту наэлектризованную атмосферу с резкими тенями наблюдаем в романах и поместях Федора Достоевского. Вот как будто бы его герои, вот эти споры, эти бурные сцены, чего только стоит описание знаменитых споров в романе «Идиот», где резко, резкие тени, там нет полутоноу, там нет еще игры света и тени, там все контрастно, потому что психологическая наука, даже если она присутствует в художественном произведении, она должна все-таки показать априори, базисное, что Достоевский успешно делает, а его наследует кто? Его наследует Зимон Фрейн, который сам признавался, что психоанализ возник у него подводительство чтения Федора Достоевского, его наследует профессор Эйнштейн, который сказал, что ему помогло создание теории относительности, вот чтение тоже Достоевского. Поистине идеи валят миром, когда нужно конкретно уже дать ограничитель свет от тени, еще этой игры нету, но есть как бы предчувствие, у кого же? А вот как ни странно у классика, который не смотрен был к модернистским построениям у Александра Сергеевича Пушкина, я напоминаю, конец известного произведения промчалась много-много дней с тех пор, как юная Татьяна о сне и о неге в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще и ясно размечал. вот магический кристалл вот тут уже начинается и физики меня поддержат игра света и тени в самых причудливых вариантах. но души как бы предвосхитил, а вот середина века все-таки идет ограничение, веские тона. Появляется электричество, хотя освещается на улицах мегаполисов, вот в Харькере, на Сунской, на Николай-Маславской, одна из главных улиц, теперь улица Полтавский шлях, вот именно газовые фонари, и вот там вот именно поэтику вот этих вечернего города, ведь этого не было освещено, они появляются уже в середине 19 века, освещаются улицы, легкие, черные тени и освещение. Там именно игра уже начинается света и тени еще не созрело общество до неуловимой света тени. Это вот вот произойдет, но я позволю проиллюстрировать, что было накануне. И по совету моих консультантов, организаторов этого фестиваля, я проиллюстрирую это в тюрьме художественного произведения, известное, возможно, только для любителей, стихотворения из цикла «Женщины» Валерия Брюсова. Наша тень, мне посчастливилось приобрести антикварное, прижизненное издание, которое издано буквально было через несколько месяцев после написания Брюсова этого стихотворения. Вот он написал вот тут же вот издали. Наша тень. Вот ну фабула я как бы в качестве анонса, что тут посредством описания. Раскраничение света и тени показывается атмосфера разрыва между двумя он и она. Наша тень вырастала в длину тротуара в нерешительный час до даравшего дня и лишь уголь я длели дневного пожара в отдалении за нами без сил без огня. Наша тень подымалась на стену строений, токивалась про стенков, то падала вновь и налила мои утомленные пени, что костер догорел, что померла любовь. Засветились огни, наша тень почернела, отбегала назад и росла впереди, угадала, как я прошептала несмела, если больше не любишь, так что ж, уходи. Остепил нас фонарь с синий газовым светом и растаял внезапно у ног без следа, наша тень рассмеялась над тихим ответом, над нежданным ответом. «Прощай навсегда». Вот я обращаю ваше внимание резкие контрасты, а конец миногный. Вот как-то вот нетипично дал при помощи резкого показать миногу. Нарастет новая генерация, которая восхищается Федором Достоевским, восхищается позитивизмом, которые вот сейчас господствуют позитивной терапией, львов толстым, тем не менее растут настроения, которые близки нам. Они господствуют в атмосфере туманного альбиона, остров, на котором Англия и сам туман, английский туман, вот когда неясно, вот поведение англичан, водящее от континентального, если хотите прощить, и корни дуба, есть, на Японии писала Тарген Касаку, а потом корни дуба, вот, о менталитете. И вот возникает потребность вот этого нерезкого, вот английская культура достигла своего богея, но как-то нет еще автора, который бы показал то, что декларировал на нашем фестивале игру светотени. И вдруг появляется никому неизвестный еще автор, имеющий определенные психологические проблемы, как сейчас показано и на том числе психостемии, да, сам медик, студент, медик, потом доктор, управляющий большой интерес психологии, доктор Чехов. И вот его первый сборник, такой, который именно манифест у него и были и до этого, до этого он защищался юмором, преодолеть свои некоторые черты, можно так, юмором, вот он напишет смешные рассказы, но они постепенно становятся серьезные. Возникает галерея образов, определенные вот типажи, они как бы похожи друг на друга. Как же назывался этот сборник? Я эксплуатирую вашу эрудицию, подсказкой можно, конечно, в интернет, но я избавлю ваших таких стараний, он назывался очаровательным названием и вновь в то время в сумерках. В сумерках. Вот этот сборник прогремел на всю Россию, хотя были спутники Чехова, есть же университетская книга, это была Потапенко, который наравне с ним шел, а кто помнит Потапенко? Если хотите посмотреть фильм, сюжет для небольшого рассказа, где Чехова играет велько, Марина Влади и Рики Мизинова, Потапенко Яков Лектаева, он говорит, вот мы с тобой Антон, мы лидируем, мы, а ведь его никто не помнит. И вот у Потапенко этого не было. Ну, была обычная интеллигентская фрустрация, доведенная до гордеского образа и посессуария Владамкина у Липы и Петрова и Андрея Белого там в Петербурге. Но вот именно у Чехова впервые, впервые вообще в мире в Европе однозначно. Вот это именно Сумерки. Он показывает, он пишет, он рисует. Он рисует Сумерки. А как назвала сразу критика этих персонажей? Хмурые люди. Хмурые люди Антона Чехова. И он становится самым модным писателем в России. Не только в России. В Великобритании. Его пьесы, которые были подчас трудно пробиваемы на сцене, сразу шли с успехом на английской сцене и до сих пор идут. Чехов, писавший свои пьесы по материалам, сценография была Харьковская губерния. Так, именно там описывая ну вот простой Харьковской губернии. Вот здесь где у нас еще подходит вот эту природу, это, конечно, и была сценография Чехова. И вот здесь не случайно фестиваль Таваря проходит на Харьковской земле, где впервые, впервые в истории человечества, впервые в истории мировой цивилизации, было показано, вот, что игра светотени это что-то и хмурые люди. Даже не написано. Я уже говорил о снестезии, да? Может же быть рисунок словами? Может, я ошибаюсь? Да нет же, уже близкий к нам современный автор, вот, наш соотечественник написал как-то песню, и там есть такие строки, строки, посвященные живописцам, людям, которые рисуют. И тогда вы нарисуете наши судьбы, нашу юность, нашу юность, и вы что? Ничего, что вы чужие, вы рисуете. Я подумал, что непонятно, объясню. А зачем объяснять? Потому что тут игра уже есть святотение, и вот она есть у Чехова. Я применю пример. Хотя очень примитивные, есть более тонкие примеры, вот так мне спотанно пришло, был учитель словесности, где учитель словесности, неженатый мужчина, вот, в один дом идет, в благородный дом, там, барышни, и вот одна из них, то ли случайно, то ли не случайно, и показано, вот, как, вот, именно манипулятивное, как бы, воздействие, в результате чего он женится, это весьма прагматично, надо сказать, барышня, и его нельзя назвать счастливым, правда, у него есть ресурс, он доцент, или по всему приват доцент психологии, как и в рассказе «Черный монарх», да, и там вот уже показана, вот, эта атмосфера неопределенности, и, как сказал бы, жиль-де-лез, тот самый, который восторгался современный философ Монарда Швили, вот, именно на состояние подвешенности, вот это состояние подвешенности, оно соприкасается с игрой света и тени, и вот начинается, вот, из этого тумана что-то выкристаллизовывается, не зря вот, когда появляются в нашем отечественном видеосалоне, смотрят такие сенсационные фильмы, фантастические, есть такой фильм конца прошлого века, видеофильм, туман, как вот туман порождает весьма зловещие фигуры, такое, выкристаллизовывается, внешне такое, играет в этом, конечно, второй, по идее автора, воображение, эта же идея подхватывается уже с мягким лиризмом, уже в другом контексте, в мультфильме всем вам знакомых, «Ёжик в тумане». Правда, там есть, конечно, механизм проекции, скажем, психологам, но я предельно ставлю вопрос ребром, а если отбросить все психологические составляющие константы, механизм проекции и другие, а так вот нечто такое туман, вот этот сгусток, из которого начинает что-то выкристаллизовываться, по аналогии теория большого взрыва Вселенной, организация, как возникла наша галактика, как возникла Вселенная, были туманности, а потом сгустки, так вот, так же, как и в живописи, вспомните, парус на горизонте художника Тернера, грубоим приседистом, вот он как бы размыт, и там его отражение, море, стиль, и вот такая чудная игра святотений. Психологии человеческих отношений, если вы хотите строить эти отношения, если вы хотите быть в авокарде, искании психологической науки, а когда психологической науки не хватает, мы можем обратиться к шедеврам художественного творчества, когда вот из неясного, туманного, может выкристаллизоваться все, что угодно, может выкристаллизоваться зло, как в этом ужасе видеофильма «Туман», так может выкристаллизоваться что-то и хорошее, из пены морской рождается «Венера», показывает это Сандро Матичи и правда еще несколько резко вот позднейшие художники, я вижу таких художников, вот я как бы подбрасываю как провокатор им этот сюжет, некое туман, туманное море, и вот из тумана как бы и тут же пеном раскаивает, кресталлизовывается вот рождение «Венеры», вот такому именно неопределенности я бы сказал, я бы подсказал, и конечно хочется пожелать, чтобы нашелся такой исполнитель, это ведь очень трудно технический, который бы показал игру светотени и как вот из света и тени не аж того, а в зависимости какой будет вектор, будет это условно говоря правда с позиции уже морали доброе начало или злое, это уже зависит от многих составляющих, я повторяю, что игра светотени дает нам возможность повернуть направление так, как мы этим хотим, какая идея доминирует, идея добра, можно принять ценности Амархама Масла, идея справедливости, современная цивилизация наша, которая терпит сейчас кризис, вот последние несколько лет кризис мировой цивилизации и вот если дать рецепт спасения, чтобы не было однозначности в оценке каких-то явлений, что из одного и того же явления могут быть разные векторы, что же касается такого скромного предмета наших интересов, как человеческой души, Аристотель вот назвал науку о душе названием психология и тут наша душа одновременно имеет свет и тень если позитивистка окрашенные авторы 19 века говорили о ярком злом в начале со всеми составляющие ли о добром в начале то вот сейчас я бы сказал в 21 веке возникает гибридное понятие и не добрый и не злой а вот какая-то вот игра святотеньи каким он может быть добрым или злым или добрым и злым одновременно даже вот современный автор Феликс Криви как-то пошутил не беда что Янус Брухдвулик в целом он считается хорошим но тут именно такая ирония не совсем веселая и я бы сказал если у Юнга описано явление прижименных фрустраций регресс явление регресса в сторону как иди по западу в сторону хаоса а хаос это и есть туман где именно есть и свет и гений которые могут потом опять создать альтернативную личность той личности которая нам не устраивает погребенную и вот сама фрустрация это другая сторона медали кризиса это попытка воссоздать нечто совершенно другим новым как на социальном уровне как на макро уровне уровне государства и так далее как на уровне индивидуума построить новую личность потому что задатки ее есть и вот именно вот это гибридное начало оно дает нам возможность ненавязчиво истинное чтобы оно победило то что будет существовать веками столетиями то что будут они искусственные схемы временного успеха искусственно сцементированными какими-то манипулятивными теориями и технологиями будь то политика будь то психология групп будь то психология индивидуальная и мы используем свет и тени нахер тут вот такая игра цвета тени чтобы показать бабатство не в измерении более базистом по-своему более примитивным всем цветом радуги тут все понятно разложение белого спектра на всем цветом а тут другое уже тут более глубокое не просто семь цветов радуги а еще и игра в светотени где все такой вот гибрид где все перемешивается и вот чуткость я бы сказал коллективная бессознательная о котором говорил я помню один ученый еще в пятом году на первом конгрессе психологов директора одного из вузов профессора вот он поклонник юнга говорил что вот потом вот из юнговских архетипов вот что-то родится новое и я предлагаю дамы и господа вот именно воспользоваться не протестовать когда мы увидим неясное когда непонятное вот это состояние подвешенности мы все хотим определенности мы реагируем на цель но это если шутливо выразится в гендерном плане тому что начало а сейчас предъявляется в нашу эпоху внимание к процессу начало процессуальное и вот этому процессуальному началу как раз и такая я бы сказал малуровне чуть ли не категории игра светотения это же не определенное нам помогает ведь какой метод философии отчасти психологии позднейшей психологии имею ввиду психологии начальной джентльской это понятийная система все четко должно быть объяснено и в этом сила психологии а как в искусстве а в искусстве современных видов искусства наоборот раздается протест против этих слишком популярных академических закостеневших объяснений когда нас хотят уложить по хрустам ложе какой-то концепции и вот в искусстве наоборот вот эта размытость вот эта неопределенность в этом сила искусства и поэтому искусству удается иногда больше чем вот совершенной науке психологической или философской достаточно проследить творчества какого-нибудь автора например Афанасия Фетер где вот именно показана вот игра святотеми через философскую категорию красоты не зря вот тогда вот родился тезис красота спасет мир так вот именно красота я подчеркиваю именно эстетическое вроде бы далекое пунктов от действительности красота ведь игра святотеми это и есть красота и вот через эту красоту мы можем материализовать полное конкретное эта красота может создать как ни странно и материальный прогресс красота может быть не только как для мембийства и красота может быть идеей в своей последней работе в тезисе на украинском национальном конгрессе невропатологом психиатром психологом который прошел маркет в Харькове я назвал свою статью называл рождение локаса из эмоций ведь обычно наоборот эмоции вот как энергичное начало должно быть структурировано согласно второму закону термогенамики чтобы хаос энтропия не поглотили нас но возможно как мы предположили и обратное красивое логическое схема а чем она красива с своей безукоризненной философским построением вот как в религиозных иногда текстах вот начинается бедный совет в начале было слово слово было у Бога и слово было Богом и восторженный поэт видя красоту этого сухого вроде бы изучения ну что тут вроде бы такого в своей поэзии уже в 20 веке это Николай Губелев восторженно восклицает солнце останавливало слово слово разрушали города и вот это наше пренебрежение к слову когда идеи правят миром и вот таким я бы сказал ненавязчивым способом который мы сейчас с вами разбираем игра святотения вот Губелев как бы пророчески восклицает в конце этого стихотворения цихотворение называется слово но забыли мы что осянно только слово средь земных тревог ведь в Евангелии Атеанна сказано что слово это Бог а я среди современных концепций мы живем в 21 веке приглашаю вас параметры по неоднозначности слов не зря вот слово в восточных языках вот китайском например языке по интонации звучит по-разному одно и то же слово хань его можно сказать хань хань и это уже разное и это параметр звучания а ведь здесь еще слово в других параметрах и слово в сочетании и вот там неуловимая игра света и тени она особенно видна я ставлю как профессиональный провода как вас перед проблемой ведь я пригласил вас поразмышлять к этой проблеме вот как такое вот я понижаю голос теневое начало вот но я хочу сейчас проиграть я вижу светлое начало которое проявляется на горизонте так тоже это светлое начало как вас подсолнце на этой сцене игра света тени я ухожу в тени и отдаю свет вам Татьяна Валерьевна спасибо спасибо вам спасибо вам Александр Сергеевич спасибо вам